ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Так называется сейчас модный инструмент То есть маленькие гитары прошли, теперь все покупают колембу И я тоже приобрел колембу, потому что у меня случилась некоторая проблема Я недавно начал паять матушке очки И у меня трясется рука У меня никогда в жизни не тряслись руки, все время было все в порядке А тут вот на мелкой деятельности рука затряслась Так-то не трясется, так-то нормально А на мелкой затряслась И я почитал, посмотрел И конечно это может быть и начало Паркинсона И Альцгеймер Вот Но В наш возраст это вполне нормально То есть все-таки 65-й год кое-что значит И поэтому это В общем-то ничего такого особенного нет Но Могло бы и не быть А самое главное сейчас Задержать Процесс этого развития И вот Я начал читать Какие же можно упражнения делать Для того, чтобы Это Не развивалось Или там Что пить и есть Ну что пить и есть Там мне дочка подсказывает Все понятно А в советах оказалось Нужно сделать мелкие упражнения Которые Либо вязанием заняться Либо каким-то мелкой резьбой Там или еще что-то Либо заняться Музыкальным инструментом И я вспомнил Что в детстве-то я занимался Я 4 года Учился на баяне играть И был очень перспективным У меня папа был хороший гармонист А в 60 лет Когда у него случился первый инфаркт Ему посоветовали Перейти на баян Уж не знаю Как Или он просто вот Из-за того, что я тоже Начал учиться на баяне Он тоже перешел С гармонии на баян И так он Занимался усердно Ну и я тут тоже занимался У нас были хорошие учителя Там у меня В школе Евгений Махов Мой дядя Двоюродный Со мной занимался Но был замечательный Баянист Это город родники Дядь Ваня слепой Слепой музыкант А его так и звали Ваня слепой Они с папой были друзья Еще до войны А с войны Дядя Ваня пришел слепой И вот Папа Его все время любил Заслушивался И вот он Приглашал Заниматься Со мной Дядю Ваня Ну и меня иногда Водили к нему туда Там был у нас Как говорится Дома слепых Такое предприятие Слепых Я иногда С большим баяном К нему тащился Позаниматься Дядя Ваня Конечно был Душа Он конечно играл Но отец Тоже очень сильно Освоился И даже на конкурсе Таком Районном Дядя Ваня Как всегда Занял первое место Он всегда Первое место Занимал А отец Занял второе место Ну а третье место Занял мой учитель Евгений Махов Который в музыкальной школе Долго он работал Там Дядя И Конечно у меня была Вся перспектива Все говорили Что ты талантливый Ты будешь великий музыкант Т-т-т Обещали что Чуть попозже Мне пятирядный Купит баян Но я остановился На трехрядном Потому что захотел Заниматься спортом Вдруг выяснилось В пятом классе Что у меня нет Порока Сердца Которые ставили До пятого класса И не давали мне Заниматься физкультурой И я все Я сорвался Как с цепи говорят И в спорт ударился Ну а что Так вот На Одном из Гимнастических Снарядов был Чемпион области Вот Потом Боксом Десять лет занимался Тоже Ну и лыжи И все остальное Но Мечта Освоить Какой-нибудь Музыкальный Инструмент Была все время Ну Пытался играть На гитаре Учился Даже маленько Выступал Ну Когда приехал Сюда Стал священником Как тут Священник с гитарой Нет Сейчас это нормально Сейчас там уже И ансамбли делают И Под гитару Поют Священники В общем-то Если бы я Когда приехал Продолжен Наверное Может быть Еще и Мог бы быть Сейчас С гитарой Но Из всех Мелочей Которые Можно делать Для того Чтобы остановить Паркинсона Я выбрал Музыку Инструмент И мне показалось Это колемба Как раз Очень подходящая Потому что Тут движения Действительно Мелкие Надо прислушиваться Внимательно И все остальное Но при этом Очень красиво Звучит Мне нравится Как она звучит Мягко И сейчас Это я начал Как всегда С этого С перебора Гаммы Гонять гаммы У нас всегда Учит так В музыкальной школе А пока Там вот По рекомендациям Вы сначала Научитесь Освайте Как она звучит И как вы Ее дергаете Какая у вас Значит С ней отношения Будут Звучит Она красиво Там даже Есть школы Где Не надо знать Нот Надо Уметь Расслабиться И делать И играть То что Играется Но нет Я постараюсь По нотам Так вот Там От 150 рублей На Алиэкспресс Я то купил Такую Действительно Подороже Мне хочется Инструмент Но подороже Сколько 700 рублей Она вот Со скидкой Такая была Но она Как бы Уже Профессиональная Я гляжу Там выступает На сцене С такими Этими Я уже Научился Ее настраивать Такой Интересный Процесс Настройки Ну и уже Помаленечку Начал Гонять Гаммы Я к тому Что если У вас Тоже Есть Проблемы И если Вы тоже Думаете Что Как то Надо Задержать Возрастные Изменения Чтобы Наш Серебряный Возраст Перешел В золотой То я Вам Советую Возьмите Такую Игрушку Да Кстати Внучка С удовольствием Восприняла Я думаю Будет постарше Когда я Освою Этот инструмент Мы с ней Вместе Будем На нем Играть И песни Может Даже Будем Петь Буду Я вам Так Не Слышны В саду Даже Шорохи Ты Здесь Замер До Утро Сам Себя Сбиваю Я Без Нее Так Так что Вот так Мои Дорогие Это Новый Для меня Этап И Делайте Ставки Как говорят Господа Освоили Я чего Нибудь Смогу ли я Хоть Какое Нибудь Произведение На этой Колембе Ну хоть Через Полгодика Или Через Годик Сыграть Как Как вы Думаете Освоюсь Смогу Ну и Вы Давайте Осваивайтесь Все Это Радость Жизни Папа Вот Освоил Баян А Второй Инфаркт Третий Инфаркт Четыре Года На нем Поиграл Но Может Быть Все Равно Баян Четыре Года Ему Эти Доедал Так что И мы Не будем Унывать Не будем Отчаиваться И будем Думать Что впереди Еще У нас Сто лет И колембу Мы успеем Освоить Здоровья Всем Радости Аминь О Субтитры сделал DimaTorzok